Когда все ведущие страны НАТО объявили свою главную целью нанести нам стратегическое поражение с тем, чтобы наш народ страдал, как они говорят, как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы, тем более, что они поставляют на Украину оружие стоимость в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это не просто обычное военно-техническое сотрудничество. Они же деньги-то за это не получают. У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут в нас, в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьба очень многих народов в России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее. Но это же все в планах было. Эти планы, они изложены на бумаге. В этом возобладают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok